...не занимаются решением проблемы. Но Европейский Союз, это же было бы им правильно, как говорит, что это какая-то абсолютно гомогенная структура. Европейский Союз представлен, это совершенно разные, допустим, в Европарламенте разные партии. Там есть люди, которые как раз и говорят о том, что Европейский Союз должен приложить массу усилий, и европейские страны, они об этом думают, как это, к этому подключиться. Не обязательно, все, как говорится, замалчивают эту ситуацию. Говорят о том, что нужно решить вопросы в Сирии, и, простите меня, и в Ливии, и не стоит забывать, что очень большая часть беженцев, о чем, кстати, сейчас перестали говорить, это Черная Африка, это южнее Сахары, люди по 4000 километров добираются до Средиземного моря. А там огромную роль играет Франция, потому что это в большей степени французские колонии. Мы знаем, по примеру, Мали, где они, так сказать, наводили порядок, да, именно для того, чтобы остановить, в том числе, поток беженцев. То есть нельзя сказать, что Европа, она к этому относится совершенно, ну, безразлично. Другое дело, что Европа, 28 стран, и все-таки эти страны, как вы только что говорили, имеют очень большой уровень своей самостоятельности и своих собственных взглядов на эту ситуацию. Господин Павлович упомянул Великобританию, и не могу не поднять этот вопрос здесь тоже. То есть рассматривается ли всерьез сценарий выхода Великобритании из Европейского Союза, и насколько большое внимание, предположим, в той же Финляндии, или мы здесь, в Латвии, насколько серьезно к этому относимся? И вы-то не исследовали этот вопрос? Ну, вопрос Великобритании, это отдельный вопрос. Мне кажется, Европейский Союз сейчас передвигается от кризиса к кризису. Только что окончилась более-менее с Греции. Мы пока предпочтаем об этом не думать. Ну, параллельно, то, что хорошо в Европейском Союзе, всегда все-таки кто-то работает на более долгосрочные вопросы, в том числе о том, что же делать дальше со всем регионом Ближнего Востока. И, конечно, что вот этот кризис показал, что для Европейского Союза принципиально важно такое стратегическое ведение того, что же мы, как Европейский Союз, можем сделать, чтобы наши страны, которые находятся у наших рубежей, были более стабильны, и что-то такое больше никогда там не происходило. И я бы сказала, что самые важные события сейчас в Европейском Союзе и сейчас, и перед этим все-таки всегда были менее видны для обычного гражданина стран Европейского Союза. Так что есть и люди, которые сейчас работают с вопросами Белокобритании. Мне кажется, очень маловероятно, что они на реперендуме белокобританцы проголосуют за то, чтобы уйти из Европейского Союза. Но все-таки те переговоры, которые сейчас проводятся между, например, представителем Европейской комиссии и Белокобританским правительством, также пытаются во время этих переговоров найти какие-то решения, чтобы такой негативный исход этого реперендума был еще менее вероятный. Я должен здесь все же повернуть обратно на беженцев. Я думаю, для Бриктани это интересно. Это как-то самое резервное вопрос для нас. Не-не-не, вопрос в чем? Ну, будем честны. Возьмем время. Я был в Европарламенте, когда начиналось с Арабской революции. Начиналось с Туниса, потом Египет, потом это перебросилось в Сирию, ну и, конечно, Ливию. И я, нашей фракции либералов, у нас приезжали представители разных оппозиций из Сирии, реальные люди, раненые из разных потоков. И вспомните себя в то время. Вы сидели, смотрели все, как показывают нам большие демонстрации, которые требуют демократии, которые требуют свободы. Начали в Тунисе. Началось с того, что один сжег себя, который просто продавал сосиски на улице. Потом это против Мубора, что там происходило. Потом, что началось в Сирии. В конце концов, факт же нельзя забыть, что там просто детей взяли и бросили в тюрьму. И те, которые просили, где же наши неполноценные, то есть несовершеннолетние дети, тех вообще там перестреляли вроде бы. Но! Каждая революция, по-видимому, имеет какой-то свой, к сожалению, различный логический исход. И сейчас эти арабские революции, в начале Европы реагировала не так, что поддерживаем все революции сразу и вся. Так неправильно. Только тогда, когда уже заявляли лидеры, что мы потопим крови Бенгазой, или мы начинаем там химическое оружие употреблять. До сих пор, до сих пор, если взять европейские, скажем, страны, войска сухопутные, это реально в этих странах практически не включило, скажем, какие-то военные действия. И поэтому сейчас это превосло в гражданскую войну, в страшную войну, где включились неимоверные силы извне, поддерживаемые богатыми рабскими, скажем, семьями, скажем, Катаром, которые поддерживают... Мы же можем задаться вопросом, в конце концов, если американцы бомбят их, если французы собираются, если Путин дает оружие президенту Сирии, и что били по этому исламскому государству, а кто же это их поддерживает, что они сами откуда-то деньги достают оружие, и земли выкапывают в пустыне. Нет, оказывается. Существенная поддержка, которая идет межарабская. И поэтому, конечно, то, что слушатель сказал, зритель, что надо Европе делать, чтобы там мир установить, Честно говоря, я думаю, что там, кроме их самих, мир там извне не установить. В Ливане гражданской войне она проходила 15 лет. До изнеможения. Я был в Ливане после этой войны. Там нашли какой-то очень-откий такой шаткий компромисс, когда премьер суннит, когда там президент шиит, когда там крестьянин, там президент парламента, и еле-еле они держатся. Там извне, европейцы, мы, конечно, можем думать, мечтать, но походе, что вряд ли мы сможем этот мир извне там как бы экспортировать. И поэтому придется работать с беженцами. Это выглядит, как мы делаем, только как бы, ну, с последствиями. Но мы в этом процессе, мы никуда обратно не вернемся. У нас есть телефонный звонок, который, как я понимаю, переведет нас...